Я вам расскажу про то, как я выживаю, как я сохраняю здоровье. Мы об этом тоже поговорим. Но сейчас я хочу вам объяснить, почему нам так тяжело здесь, в этом городе, в чем проблема. Мы на самом деле просто не понимаем, как устроена психика человека. У психики человека есть три слоя. Один слой отвечает за волю, это разум. Разум. Человек не включает разум вообще в городе, потому что для того, чтобы включать разум, нужно тренировать его. То есть человек должен, вот допустим, в деревню надо рано утром встать, чтобы коров подоить. Вот. Нужно двигаться постоянно, работать физически. Физический труд включает разум. Часто физический, психический труд, монотонный такой. Он включает только ум. Функции ума какие-то. Мышление, воображение, настроение, общение. Это функции ума. Функции разума это вера, энтузиазм, воля, знание. Что такое хорошо, что такое плохо. Это решимость, смелость, проницательность. Это функции разума. И функции разума, чтобы их включать, человек должен побеждать себя. Он должен что-то делать то, что ему некомфортно делать. Вот допустим, девушке, ей некомфортно идти, всем улыбаться, заботиться обо всей. И хочется самой, чтобы о ней заботились. Это волевое усилие надо над собой совершать, чтобы так жить. Или мужчине, допустим, некомфортно, рано вставать, зарядку делать, идти в прорубь купаться. Ему хочется полежать, поспать подольше. И в результате разум страдает. А если разум страдает, то разум это такая штука, которая наполняет ум, энергией счастья. Что такое ум? Это вся наша психика. В нашей психике есть еще чувство собственного достоинства. Когда человек живет в будущем, чувство собственного достоинства становится слабее. Когда человек живет в прошлом, чувство собственного достоинства становится слабее. Когда человек живет в настоящем, оно становится сильнее. Но люди в городе почти все живут в будущем. Они все напряжены и верят завтра. Как это выглядит? Ну, допустим, я иду на работу. Я что, в это время радуюсь? Нет. Я жду, когда я приду на работу. Я пришел на работу. Дальше что, я радуюсь? Нет. Я жду, когда закончится работа. Потом, как закончилась работа, я еду с работы. Я что, радуюсь? Нет. Я жду, когда приеду с работы. Я приехал с работы. Я что, радуюсь? Нет. Я жду, когда меня жена покормит. Жена покормила. Я что, радуюсь? Нет. Я жду, когда будет телесериал. Потом, когда я смотрю телесериал, я жду, чем закончится все. И потом я иду спать. Понимаете? То есть человек в будущем живет все время. Он не может жить настоящим, потому что так устроена жизнь. Но когда человек приезжает в деревню, допустим, он настоящим живет, там смотрит рассвет, как солнце восходит, он радуется ветру, радуется свежему воздуху, он успокаивается, психика крепко становится. То есть я когда в деревню перееду под Краснодар, я столько беременных женщин в жизни никогда не видел. Вот через одну. Смотрю, все беременные как будто коют женщины вообще. Но в городе я такого не видел. Потому что оказывается в городах очень мало люди, женщины очень мало беременеют, потому что они напряжены. И сама энергия природы, вот понимаете, беременность это значит, что два человека надо выращивать. два организма, свой и еще ребенка. А то и три. Понимаете, и на этом нужны дополнительные ресурсы, потому что организм в это даже не включается у женщины. Он не готов просто это делать. Понимаете? Потому что нет сил, нет ресурсов. Допустим, если электричества мало в розетке, то компьютер не заряжается от него, от этой розетки. Так и женщина, она не может зачать, потому что у нее не хватает энергии. И 90% женщин, которые подходят ко мне с бесплодием, я говорю, вам надо начать бегать на природе, начать делать зарядку на природе, стоять возле деревьев. Я вам объясню, как это делать попозже. Есть больше сырой пищи, потому что это тоже вот сейчас сыроедение, почему такая волна пошла. Не то, что надо одну сырую пищу есть. Это не надо делать, особенно зимой на Урале, потому что сырая пища, она охлаждает человека. Но сырая пища, она дает психическую энергию. Понимаете, в городе не хватает энергии. Психическая энергия идет от деревьев, от растений, от природы, от травы. И когда человек ест, допустим, салаты, проросшие зерна, вы скажете, это все очень дорого. Пшеницу купите, дорого, мешок пшеницы, дорого? Дорого? Мешок пшеницы, килограмм пшеницы, дороговато? Вам? Килограмм пшеницы? 480 рублей мешок пшеницы. 40 килограмм. Вам это хватит на 5 лет проращивать. Вы купите просто пару килограмм пшеницы. Берете, просто вы не знаете об этом. Вы берете эту пшеницу, можно купить такую лампу, специальные есть лампы. Берете просто в таз какой-нибудь, ее насыпаете, заливаете чуть водой, освещение небольшое. И через 10 дней она вот так вот прорастает, вот так вот. И потом есть специальные блендеры, ее перемалывают с водой. Получается такой сладковатый коктейль зеленый. Это так сильно заряжает человека. Или можно просто проращивать на 2 миллиметра и добавлять салаты, рожьи зерна. Они дают силы человеку. То есть человеку в городе, и понимаете, вот в городе зелень дорого стоит. Да вы попробуйте вот эту пшеницу проращивать. Есть еще амарант такой, слышали амарант? Это вообще сорняк, он везде растет, у вас тут тоже. Но его выращивают еще вот просто специально, потому что если его выращивать вот до таких размеров где-то, срезать, можно тоже на блендере и зеленку пить вот эту зеленую. Или просто его тушить, как шпинат тушат на сковородке. Он получается очень вкусный, как шпинат тушеный, амарант. И вот эта зелень, если или сырую есть, можно его в салат добавлять тоже нормально, амарант. Хотя это сорняк. Вот такой, видели сорняки с такими вот, у них такая кисточка сверху, и она много семенов, и семян вот такая вверх кисточка, иногда такие кисточки идут с боков, и у них листья длинные такие, как лопухи. И они вырастают вот такие где-то. Видели такие сорняки? Осыпаются у них вот эти семенники большие. Это амарант. Амарант это санскритское слово. А означает отсутствие, Мара означает смерть. Амарант означает бессмертник, то есть тот, кто продлевает жизнь. Это растение реально дает силы. Можно выращивать дома на балконе. Есть сейчас много теплиц таких, прямо шкаф целый. Берете, прямо открываете, там лампы стоят и клумбы. И все это растет зелень. И вам каждый день будет зелень у вас дома. Не обязательно, чтобы это под солнцем было, это уже на втором месте стоит. Потому что просто зелень она дает силы. Человек, который живет в городе, он должен процентов 30-40 зелень есть каждый день от всей пищи. Для того, чтобы нормальное здоровье было. Понимаете, разные категории пищи дают разные. Вот допустим, фрукты дают человеку оптимизм. Если человек в депресснике находится, ему надо больше фруктов есть. Овощи дают человеку расслабление. Если человек напряженным, ему больше овощей надо есть. Женщинам надо больше овощей есть, если у них цикл страдает. И молока больше пить. Больше овощей над землей, которые растут, и молока. А если у мужчины семя, часто у мужчины перегретое семя в городе. Потому что это идет от напряжения тоже. У мужчины энергия огня вниз спускается и перегревает семя. У него начинаются уретриты, там воспалительный процесс. И таким мужчинам нужно есть свеклу и морковь сырую в салатах. Корни, корнеплоды сырые дают мужское здоровье. И женьшень, корень женьшени тоже повышает мужское здоровье. Вы не устали от меня? Все нормально? Вам буду периодически включать песенки для того, чтобы вы развлекались чуть-чуть. Ну, то есть, другими словами, если человек живет в деревне, то у него зелень постоянно там. Но если человек живет в городе, то ему надо самому все организовывать правильно свою жизнь. Потому что город – это искусственная среда для человека. И в целом надо понять, что есть желание жить, есть желание умереть. Если человек, допустим, у него заболели суставы у человека, ему врач говорит, теперь вам надо ходить поменьше. Это значит, что он никогда эти суставы не вылечит. Потому что, когда суставы заболели, это значит, что его тело напряжено. И для того, чтобы это напряжение снять, надо долго, спокойно, длительно идти. Вы говорите, я целый день хожу. Нет, надо идти непрерывно, длительно и спокойно. И при этом радоваться. Потому что, когда человек просто в беспокойстве ходит, он истощает себя. А когда человек идет и радуется, тогда в это время он наполняется энергией природы. Когда человек длительно, непрерывно идет, у него энергия напряжения снимается с организма. Он его расслабляет. Я вот поэтому завтра побегу. Мне надо, чтобы полностью вся психика и все тело расслабилось. Мне надо бежать полтора часа. Это где-то 13-14 километров. Но я так смог бегать за два с половиной года. Я останавливался 500 метров. Через 500 метров, я когда пробежал первый раз, я начал задыхаться. Несмотря на то, что я йогу делал каждые 2-3 дня и так далее. Ну, то есть, оказывается, движение тоже нужно, и причем длительное и непрерывное движение. Некоторые говорят, что бег нехорошо, потому что стираются суставы. Это полный бред. Когда человек бежит легко, легким бегом, у него, наоборот, омолаживаются суставы. Они становятся здоровыми. Но сначала они чуть-чуть побаливают. То есть, идет нагрузка, они побаливают, пролечиваются. И потом становятся здоровыми. Понимаете, люди, которые живут в деревне, им, может быть, и не надо этого всего. Потому что они постоянно контактируют с природой. Им не нужно много сырой пищи есть. Но, понимаете, мы живем в каменных джунглях. У нас нет вокруг природы. Потому что человек в деревне живет на земле. Его дом стоит на земле. А у нас, мы висим в воздухе. Понимаете, нам не хватает энергии земли. И поэтому человек должен выходить и двигаться на земле. Он должен получать эту энергию. От активного движения энергию человек получает. Я, когда сюда шел на лекцию, вот по лесу по этому. Я сказал всем, не разговариваем, идем. И начал с радостью думать о природе. И я зарядился, вот пока 10 минут шел, мне легче стало. Психически расслаблено. Понимаете, то есть, это надо обязательно делать. Если человек не заряжается, допустим, вы говорите, я не могу отдыхать. У меня напряжение. Значит, не хватает энергии земли. Или вы говорите, я не могу общаться с людьми. Мне не хватает сил разговаривать, дружить. Значит, вам не хватает энергии воды. Значит, вам нужно больше с рекой контактировать. Хотя бы просто находиться рядом с ней. Или думать о ней, о реке. Понимаете, думать даже с любовью. Думать и что-то делать. Вы наполняетесь тоже рекой в этом случае. Потому что психика человека способна на расстоянии даже брать энергию. В общем, главная проблема города заключается в том, что у нас не хватает энергии и не хватает правильного понимания вещей. Это неправильное понимание вещей нам еще помогают иметь врачи. Они говорят, солнце поменьше. Солнце перегружать поменьше. Свежего воздуха поменьше. Простынешь. На земле нельзя ходить. По сырой земле нельзя. Тоже простынешь. Воздух нельзя. Солнце нельзя. Вода нельзя. В речке не купайтесь. Вода не экологически чистая сейчас. Понимаете, вот эта химическая грязь, она ничего не значит на самом деле. Я вот, прошлую поездку, мы начали поездку с Питера. И там каналы вот по Питеру эти идут. И мы после, возле дома у нас был канал. И мы взяли там и скупались. Я не могу сказать, что там чистая вода. Но там она дает силу. Понимаете, вода наполнена природой с утра. И мы прям сподрились, нам очень хорошо стало. Потом пошли и сполоснулись просто и все. Она не настолько грязная, чтобы там кожу поражать. Понимаете, это вообще не актуально к нашей стране так думать. Если бы вы были, допустим, в Пекине хоть раз в жизни, вы бы поняли, что такое экологическая катастрофа. Там туман вот такой стоит. Там нечем дышать просто, понимаете. То есть реально я такого нигде в России не еду. Как тебе говорят, там Челябин зараженный город. Я специально даже проехал там по промышленному району Челябинска. Там не было такой концентрации. Кто из вас был в Пекине? Понимаете, да, о чем я говорю? Там нечем дышать просто. Я там даже ни бегать, ни йогой заниматься не стал. Вот это актуально там уже. Я не знаю, зачем там вообще надо жить. Оттуда надо болеть просто. А у нас леса вокруг, природа. И это все дает силы. Но проблема заключается в том, что мы приняли вот эту формулу желания умереть. Если человек ложится очень поздно, обжирается на ночь. Если он не может разно встать с постели, не может заставить себя двигаться, не может заставить себя поститься, не может заставить себя неподвижные вот эти упражнения делать, это тоже продлевает жизнь. Если человек не может радоваться людям, он сторонится людей. Если человек не может прощать, не может любить, это значит, что он настроен на смерть. То есть он культивирует все желания умереть. Понимаете? То есть вот эта жизнь. Эй, ну-ка, солнце ярче брызни. Солнцу нельзя много. Ну-ка, солнце ярче брызни. Золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни. Чтобы тело и душа были молты, не бойся ни жары и ни холода. Закаляйся, как сталь. Я в Краснодарском крае, мне очень тяжело переносить солнце. И поэтому у меня глаза, вот чувствительность с детства, когда вот эти лампы горят, я потом даже заснуть не могу ночью. Ну, перевозбуждает солнце сильно. Или просто яркий свет. Чувствительность очень высокая. И я провел эксперимент. Я живу в Краснодарском крае. Там лето очень жаркое, 40 градусов. Просто горит все. Выжигает просто все. И я взял просто и где-то утром, часов в 9 утра, когда солнце пошло подниматься, я пошел без головного упора, побежал, начал бегать. Я долго бежал, где-то километров 12, наверное. Прямо по раскаленному солнцу. Я заметил, что если я больше жизни, то есть если я бежу по этому раскаленному солнцу, то у меня психика очищается, очищается. И в какой-то момент я чувствую, что у меня организм начал аккумулировать эту энергию солнца. То есть он перестал ей перегружаться. То есть если человек на солнце двигается длительно, то он защищен от солнца. Понимаете? То есть вот это даже если меня солнце в целом перегружает, если я на солнце двигаюсь активно, то у меня солнце, организм начинает к нему привыкать. И это называется закалка солнцем. То есть я начинаю легче переносить солнечный свет. И когда в этом году я съездил в Индию, там в жаре, и я вообще никак не чувствовал эту жару, этот перегрев, потому что мой организм закалился во время бега на солнце. Точно так же мы бегаем тоже с моим помощником Максимом, врачом, который со мной ездит. Он бесплатные консультации по здоровью дает во время лекций. Вот. Мы с ним бегаем и в холод тоже. Вот когда дождь сильно идет, прямо мы бежим. Тоже бежим. Снег, дождь, там холод, ветер. Мы все равно бежим и организм, когда он активно двигается спокойно, он входит в такое активное подвижное состояние, он не будет простуды в это время. Простуда, когда организм не активен, ты выходишь на улицу и тебе раз, холодным ветром, где-то прознобило и все, простуда, потому что идет перевозбуждение в организме. Но если организм длительно нагрузку держит какую-то, то в нем психические каналы начинают прочищаться, и любой ветер или солнце, все это, оно аккумулируется организмом. То есть организм не перегружается этой энергией, а наоборот ее усваивает. Понимаете? То есть поэтому человек и становится закаленным, потому что он в движении находится на природе. Но у нас нет никакого движения, мы сидим целыми днями, гиподинамия. Понимаете? То есть поэтому люди и страдают в городе, потому что у них нет вот этого контакта с природой, у них нет счастья, потому что они не заряжены, у них нет зарядки людьми, потому что нет общения, мы постоянно находимся в помещениях каких-то, работа, которая никак с людьми не связана. Вот. И поэтому мы болеем, несчастные становимся. Вот такая вот проблема. Поэтому есть три аспекта правильной жизни. Это первый аспект, это все-таки движение. И это даже вот в Советском Союзе у нас это очень большое внимание на это уделялось, потому что уже это врачи все начинали понимать, что что-то не хватает в этом плане. Гиподинамия целая вот эта вот тема здоровья. А сейчас опять об этом забыли уже. Все привыкли к этому. Но гиподинамия осталась. Основная причина мигрения у женщин. Когда женщина говорит, голова кружится, нарушение цикла у женщин. Дальше простуды постоянные у всех людей. Не сваривается пища, переваривает пищеварение плохое, там газы в кишечнике там. Или наоборот человек полнеет все время. Это признак тоже неправильного пищеварения. Это все гиподинамия. Понимаете, хоть шутка, хоть не шутка. Но проблема заключается в том, что есть такое понятие старость. И эта старость это не то, что человек много прожил. Старость это энергия времени. Когда время влияет на человека, человек должен совершать аскезы для того, чтобы быть молодым. Заметили, что некоторые люди, у них большой достаточно возраста, они как будто бы не старели. Как будто старость их не касается. А некоторые стареют очень быстро. Как вы думаете, почему такая разница? Одному повезло, другому не повезло, да? Хорошо, я вам сейчас объясню. Если вы сейчас меня внимательно послушаете, то вы можете прожить очень долго. Но для этого вам придется поменять свою жизнь. Первый вид старения это когда у человека или накапливаются токсины в организме, и у него постоянно насморк, там слизи в горле, какие-то воспалительные процессы, вернее инфекционные заболевания, токсины копятся в организме. И второй вариант этого типа старения это лишний вес. Когда этот тип старения захватывает человека, то на второй стадии у него появляются доброкачественные опухоли, а на третьей стадии этого процесса старения злокачественная опухоль. То есть фактически это один и тот же процесс. Процесс означает, что накапливаются лишние вещества в организме, ненужные вещества, и эти ненужные вещества сжигаются с помощью аскезы. Нужно два типа действий, чтобы убрать доброкачественные опухоли, злокачественные или лишний вес. Первый тип действия это длительное, непрерывное, в спокойном состоянии, радостном движении. Для того, чтобы очищение организма только началось, человеку нужно быстро идти 50 минут. Или бежать 25 минут. Просто чтобы началось очищение организма. А если человек хочет, чтобы достаточно сильное очищение было, нужно бежать 50 минут, где-то 55 минут, 60 минут. Или идти около полутора часов. Тогда уже реально будет сильное очищение. Но если вы такую нагрузку даете организму, это не надо делать каждый день. Это надо делать где-то через два, через три дня, может через четыре. Я раньше правильно жил. То есть я всегда правильно жил. Я постился каждый день до обеда. Потому что когда солнце восходит, то в это время до 12 часов дня, с 12 часов ночи сгорают лишние вещества в организме. А с 12 часов дня до 12 часов ночи накапливаются вещества. Поэтому если человек обжирается на ночь, но везде ничего не ел, он все равно будет толстым. Потому что у него он ест то время, когда вещества накапливаются. Самое лучшее – кушать в обед побольше. Потому что в это время не сгорают, не накапливаются. То есть пища просто идет в энергию. Она переваривается хорошо. Но если человек постится с утра, это самый эффективный пост. Потому что он в это время сжигает ненужные вещества в организме. И этот пост, он не чувствуется. Человеку естественно не есть до обеда. Просто водичку пьет и не ест и все. И у него в это время очищается от ненужных веществ организм. И если еще в это время пробежать, длительная пробежка, то начинается уменьшение веса. Причем очень быстро. Я постился всю жизнь. 20 лет уже до обеда никогда не ем. И йогой занимался, статической гимнастикой тоже всю жизнь. Уже 30 лет занимаюсь. Даже больше. 40. Фактически с детства я занимаюсь йогой. Но я поправлялся каждый год там по 200-300-400 грамм. И в конце концов мой вес дошел до 87 килограмм. Когда у меня такой вес стал, я начал чесать репу и думать, что-то не то. Хотя я в принципе, и я уже начал задыхаться при ходьбе. То есть одышка пошла. И это было два с половиной года назад. И я начал бегать. И когда мой бег дошел до 40 минут, я неожиданно для себя заметил, что я начал худеть. Я похудел на 10 килограмм. Просто бегая, я ем столько же, сколько ел. Я меньше не ем. Но я ем в обед. Один раз в день хорошо кушаю. Потом вечером чуть-чуть фруктов с молоком и все. Вот. Но не надо женщинам так, допустим, не надо кушать женщины. Потому что они должны пробовать пищу. Они есть, то есть они пробуют. И они могут есть несколько раз в день, там понемножку. Это для женщин не актуально есть один раз в день. И она с ума сойдет от этого просто. Ее психика не выдержит этого. Мужчине, может быть, тоже не всем мужчинам надо так. Нет смысла тоже вот именно вот это в этом. Но есть зато смысл в том, чтобы заставить себя совершать три вещи, которые продлевают жизнь. Я могу во время бега видеть, как очищается мое тонкое тело психическое. У психического тела существует четыре цилиндра психических. Каждый цилиндр отвечает за свою часть организма. Допустим, самый наружный цилиндр психический, он отвечает за кожу, подкожную клетчатку, лифоузлы и так далее. Следующий слой, второй, отвечает за всю кровеносную систему. Третий слой и второй отвечает за мышечную систему также. Третий слой отвечает за все органы в организме. И четвертый внутренний слой отвечает за нервную систему и гормоны. И сначала начинает очищаться самый наружный слой. Поэтому, допустим, если у человека больная кожа, ему достаточно бегать всего 15 минут. Человек бежит, у него только начинается очищение организма. И потом еще 20 минут он бежит и у него очищается первый слой. То есть, кожа, подкожная клетчатка, допустим, рак лимфатической системы, достаточно бегать 35 минут в день. Можно бегать каждый день и человек вылечивает рак крови, рак лимфатической системы. Или просто кожные болезни, кожа больная. Если человек бежит 55 минут, то он два слоя очищает. Это у него значит, что никогда не будет атеросклероза, гипертонии, никогда не будет остеохондроза, болезни суставов. Это все связано с этим мышечным слоем. Если человек бежит час 15, то у него пролечивается третий слой полностью, и у него не будет болезни, связанных с печенью, почками, там рассосутся камни в желчном пузыре, в почках. Это само собой произойдет. Потому что идет сначала психическое, когда психическое тонкое тело загрязнено, это и дает хронические заболевания. Хронические заболевания, это не в грубом теле находятся, и поэтому таблетками они не лечатся. Они лечатся длительным непрерывным движением. Организм как бы замораживается, понимает, застывает с возрастом. Он становится скованным. Люди заметили, что в детстве как-то встаешь, так, ах, живой такой организм, побежал сразу все, а с возрастом как деревяшка становишься. Это означает старость. То есть она так влияет. И когда человек длительно двигается, вот у меня организм разморозился, понимаете. То есть я, когда 14 километров пробегаю, у меня мягким становится организм. Мне легко нагнуться там, все. То есть он у меня становится мягким. А там потом постепенно застывает. Так действует энергия старости. И с возрастом человек уже вот такой вот, раскрышечкой такой, ходит, все. Уже застывший совсем. Но опять же он может тоже так же бегать подолгу и размораживаться, становиться мягким, активным, подвижным. То есть видите, вот этот вид старения, лишний вес побеждается постом. Можно поститься до обеда, можно поститься на воде целый день. Но не нужно поститься больше, чем один день. Это может быть перегрузкой. Хотя человек на воде пост может выдержать и пять дней без проблем. Ну то есть это не сильно проблема. Ну достаточно даже один день в неделю поститься и уже омолаживание организма начинается. Пост плюс движение и лишний вес до свидания. Вот все у кого есть лишний вес, это старость, мой хороший. Энергия старости. Эта энергия старости сокращает продолжительность жизни. Ваша продолжительность жизни, активное долголетие сокращается. Я научился видеть, как очищаются мои вот эти слои. У меня активное долголетие где-то до 64 лет в моем организме, по моей судьбе будет активное долголетие. После 64 лет начнется такое уже тяжелее жить. И когда я пробегаю 35 минут, то у меня активное долголетие увеличивается до 68 лет. А когда я пробегаю полтора часа и полностью все 4 цилиндра очищаю, то мое активное долголетие увеличивается до 86-87 лет. Но это значит, что как бы время отступает. Но это не значит, что оно так и осталось там на 87. И потом, когда я уже пробежал, постепенно опять наваливается время. Понимаете? Ну то есть, но все равно с каждой новой пробежкой легче преодолевать вот эту энергию. То есть, организм становится лучше, здоровее. Я когда начал бегать, у меня сначала заболело правое колено на полгода. Вот я пробегу, и у меня потом болит два дня правое колено. Мои друзья мне говорят, ну вот видишь, у тебя ноги начали стираться. Бегать не надо, надо ходить с палками. Они мне говорят. Я говорю, нет, я буду бегать. И через полгода у меня полностью прошло правое колено. У меня перестало болеть. И больше не болело. И начали болеть оба бедра, тазобедренных суставов. У меня в жизни никогда не болело. Они болели у меня еще полгода. Потом прошли. И потом заболело левое колено. Потом оно прошло, потом сердце заболело. У меня сердце никогда не болело. Проболело сердце три месяца. И сейчас пробегаю 14 километров, вообще ничего не болит. Как будто я не бегал. Ну усталость только и все. Это означает, что эти болезни уже там были в этих местах. Если бы я не бегал, то оно бы само по себе заболело через пару лет. Это правое колено, понимаете? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что человек, когда бежит, он скрывает болезни, они пролечиваются у него и потом проходят. Но для того, чтобы так было, человек должен сначала давать нагрузку, которую организм терпит. Поэтому, если у человека в целом больные колени, ему надо сначала ходить. И ходить не быстро, но очень долго. Допустим, если он совсем медленно идет, то надо в день полтора часа проходить. Потом его скорость будет возрастать. Но после каждого прохождения у него будут болеть весь организм. Все суставы будут болеть. Потом два дня прошло, боль стихла, опять пошел. Через полгода все боли в суставах пройдут, то до свидания. Ты можешь начать уже бегать потихоньку, а не только ходить. Бежать надо легким бегом. И ни в коем случае не заставляет себя бежать быстрее. Нужно бежать, как будто ты вот как спишь. Вот бежать, бежать, бежать спокойно и расслабляться в этом состоянии. Иногда люди начинают бегать даже медленнее, чем ходят. И потом постепенно все равно скорость сама по себе повышается, потому что организм становится более активным. Точно так же человек привыкает к посту. Ну то есть сначала человек должен поститься аккуратно, по полдня до обеда. И выходить можно просто обычным обедом, как обычно кушать. А потом можно уже поститься день на воде. Больше дня не обязательно. Второй тип старения, это вам не скучно, кстати? Интересно все это? Допустим, что такое старение? Вот этот первый тип старения – лишний вес. Это атеросклероз, это нарушение давления, это одышка, это кожные болезни, аллергии. Это все зависит от этого процесса старения, связанного с лишним весом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok